Добрый день, уважаемые друзья, с кем я не знаком, меня зовут Дмитрий Андреевич Эпов, я веду в Центре инфекционистов, кучу всяких курсов по кидомарсу и в частности по визуализации. И вот много-много лет с 2000 года мы здесь читали курсы по файл-рендеру, потом по ГРРР, и вот совсем недавно начали читать курсы по системе визуализации КРОС. Чем же эта самая КРОНа так интересна и почему она действительно умудрилась подвинуть на пьедестале подчеты такую систему как ВИР, особенно в визуализации интерьеров и посадок зданий. Вот сегодня как раз я хочу вам показать прелесть этой системы, но сразу скажу, главная ключа, особенность КРОНа, невероятная простота использования и интерактивность. То есть сразу ты можешь четко понять, чем дело кончится, куда там еще можно подключить, но сейчас все это видится. Минус КРОНа, ну единственный минус у ЮЭВа, конечно, не такая быстрая, как тот же самый V-Race, но фантастическая оптимизация алгоритма расчета и разенц-мэк. Итак, вот у нас есть такой интерьерчик. Отчасти настрой. Никакого шаманства со светом здесь нету, света никакого, ничего я не сделал еще с ним. Ну, в материальчике некоторые за. О материальчике мы еще поговорим. Плюс, что греха проить, сейчас почти все используют библиотечные мебели, библиотечные аксессуары и все. И я их тоже здесь, потому что это установил, хотя они здесь были. Больше счастью. И они, конечно же, V-Race, это вот большая беда почти всех систем рендеринга, которые люди пытаются использовать для продакшен. То, что берешь модели готовые, а конвера и нужно, чтобы они реализовываются. Ну и вот, давайте-ка посмотрим, что корон изобразит в этом интерьере, потому что звать их сразу с разберу. Только сначала заметить, поскольку здесь нет никакого света, какой цвет нам все-таки нужно. Я зайду в диалог окружающей среды, проверю, что в выключенной экспозиции некоторым систем рендеринге, допустим, V-Race, необходима фотоэкспозиция. Ну, не необходима, но, конечно же, желательно. Короня, она наоборот, только не шла. У нее своя экспозиция. Ну и вот, я поставил задний фон белый. Надо сказать, что для всех физических систем рендеринге задний фон – это не просто фон. Это также источник света. То есть, корона понимает не то, что вокруг все белое, а то, что вокруг есть некая среда, которая спискает белые света. То есть, для начала это вполне прекрасно как освещение. Ну и проверим, включена ли корона. Да, включена версия 1.5. Совсем недавно, кстати, вышла 1.6. Ну и я нажимаю на команду «Рендеринг», что получается. Ну и корона начинает просчитывать так называемый «ГИ-ПАС», то есть общий набросок глобального света. Ну а теперь начинает уже просчитывать начальный пас. И вот процесс пошел. Корона, как и остальные системы, использует оперативную систему. То есть, сначала картинка появляется, оперативная система рендеринг. Сначала картинка получается простенькая, потом усложняется с каждым новым пасом. Вот уже пятый, шестой пас, седьмой пас. И я вижу, ну, даже вот так вот, ничего не делать, это уже симпатично. Хотя вот это вот наталкивает на мысль, что что-то пошло не так. Корона говорит, что извините, но на этих объектах материалы берутся, изволят переделать. Само собой, переделывать каждый материал отдельно, это затея очень неудобная. Поэтому у корона есть чудесный конверт. То есть система, которая мгновенно переводит отдельный объект, который всю сцену изверяет корону. То есть, если у вас есть какой-то проект, который что-то там сверяет на область, вы можете его в одно движение перекинуть в корону, потому что корону. Также любой библиотечный объект в рейтинге переводится в корону. Как это сделать? Но если я знаю, что есть штука об этой мебели, давайте ее выделим. Вот две единицы, шестой пас. Нажму правой кнопкой и скажу корону конвертер. Конвертер корона. И конвертер говорит, тебе all, то есть все конвертируется, или только materials of select and objects. Ну, я тебе все это не знаю, я скажу, давай только материалы на выбранных объектах переведим. Окей. Я нажимаю старт. И вот на этих объектах материалы конвертируются в короновские. О, какая прелесть. Вот такое бывает. Но это, конечно, нехорошо. На самом деле, это не корона виновата, а система, которую я использовал для зуба экрана. Она не совсем совместима с местами информации. Когда я приблизил вот так картинку, она из-за этого появилась. Ну, сейчас перезаключу конвертер, но уже не буду приближать картинку. Замечал и раньше, что это бывает. Но, повторюсь, блюгерок с короной никак не связывал. Не могу сказать, что корона блюгов не бывает. Замечал парочку. Но таких, я бы сказал, не смертельно. А чтобы она вот висла, допустим, на рендер, как то вообще. Замечал, что на очень сложном проекте, например, который выжигает всю память еще больше. Иногда бывает разумный макс. Потому что быстродействие очень сильно послаживается. Ну что же, извините еще раз. Вернул опять историю сцену. Давайте все проверим. Да, отлично. Выделил мебель. Коронаконвертер. Окей. Отлично. Могу еще нажать кнопочку «Показывать текстурную память». Ну-ка, теперь тестируем, что получилось. Сделаем картинку побольше. Ну, теперь все отлично. Картинка считается. Материал в порядке. Первое, что я хочу показать вам, как сделать дневное освещение. Это настолько просто, что замерк огонь. Я нажимаю «Создание источника в свет», выбираю корону. И вот у короны чудесный светильник называется «Корона сам». Ставится в одно движение. Допустим, вот так вот я его рисую. Как и у Верей. И направляю через окна на стену. Куда мы сюда? Как и у Верей, у короны есть интерактивное средство визуализации. Назваемый «Корона-РП». Извините, «Корона-интерактив». Я постоянно его, конечно, отправлю назад. Назад «Верей-РП». Извините. И вот в окошечке камеры я запускаю этот самый коронный интерактив. Что коронный интерактив позволяет? Ну, позволяет увидеть в реальном времени, как свет падает. То есть я могу двигать солнце, куда захочу, и мгновенно видеть фидбэк, что изменилось. Можно прикинуть, как мне это солнце поставить, чтобы наш резорк на какой-то интерьер интересный осветил. Ну, допустим, так. Теперь. Запускаем рендер еще раз. Ну, и картиночка у нас получается практически готова. Не прошло и 5 минут. Единственное, что может быть легкого. Заметьте, у корона все инструменты управления яркостью работают в реальном времени. Вот ее диалог в правиле яркостью. Это возможность менять экспозицию. То есть имени яркостью можно сделать больше, можно сделать меньше. Это так называемое устранение засвета. Делаем больше, засвет устанавливается. Больше, больше, больше. Специальное дополнительное устранение засвета, которое смотрится как не кинопленка. Углубление теней как не кинопленки. Виньетка, то есть такое затемнение королевское отрасли. Контраст, который можно повышать с целью сделать более глубокие тени, более яркие засветы. Но как-то так. Из минусов. Очень яркое солнце. Одна из самых чудесных особенностей корона – это так называемые лайт-миксеры. Лайт-миксеры – это система, в реальном времени позволяющая управлять светильником, даже когда рендер уже закончен. Или когда он выполняется. Лайт-миксеры сейчас говорят, что из него невозможно выполнить управление светом, потому что он не настроен. Также в диалоге постобработки недоступен параметр деноизм, то есть подаврение шума. Надо сказать, что в связи с способом рендеринга, так называемым брутфорсом, картинка вся будет шумной. Можно, конечно, прочитать им 200-300-500 пасов. Ну, сказать, для корона нормальный рендер 1 картинка, часа 24 до злевых. Так вот, можно прочитать много пасов, но все равно шум остается. Поэтому сейчас я остановлю рендерингу и хочу опустить такой диалог настроек, как настройка сцены. Вообще у кого настройка таковых практически нет, то есть от невероятности не нужно ничего не делать. Две вещи я сделаю. Включу деноизм, поставлю ему фул деноизм, то есть полное подавление шума, и так называемый размер фильтра дурочек. Хочу сказать, что этот семинар, как и все остальные, наверняка будет вложен на сайте, на канале, в компании специалистов. Сможете посмотреть ее завтра, если захотите в детали. И нажимаю кнопку, которая называется «Включить интерактивный миксер». В интерьерах со сложным освещением, так, конечно, ты нормальный дурочек не получишь, но в простых случаях задать ролик. Что же произошло, когда уже в рендер элементов добавилось несколько специальных элементов. Эти элементики потом позволят мне смешивать свет в реальном рене. Ну-ка, давайте посмотрим, что получится. Вот рендер опять запустился. Нам сейчас не нужно отсчитывать очень большое количество пасок. Заняться нужно другим. Я открываю закладку «Лайт-миксер». И в закладке «Лайт-миксер» смотрите, как я делюсь. Миксер говорит, у тебя заготовлены четыре слоя. Окружающая среда, солнце, лампочки с поток, и всякое прочее, что возможно. Что, возможно, не попало в остальное место. И вот у нас с вами мультиплайр для каждого светового слоя. А вот оттенок для каждого светового слоя. Если, допустим, я поставлю к свету нулю, у меня последовательно погаснет. Свет из окон, свет от солнца, свет от лампочек. Но последний слой не работает, потому что сейчас все остальное уже куда-то там бы попало. И если я вот так вот меняю яркость слоя, я вижу, что у меня загорается небо. И я в реальном времени могу управлять яркостью этого самого неба. Более того, я могу менять ему оттенок. То есть вот это вот, оттенок небо. Пожалуйста, я щелкаю к нему, и говорю, давайте похолоднее сделать. Что удобно, прямо есть шоколад температурный. Я делаю температуру похолоднее, вот этот небо себе более холодный. Теперь разберемся с солнцем. Вот оно, солнце. Я накручу солнце, оно появляется, оно подавляет на сотни ярко-модели. И делаю его чуть-чуть пожилостнее. Вот такой художественный образ у меня получился. И допустим так. Сейчас работает деноизм, то есть подавление шума. Это означает, что если я остановлю про шум, нажиму стоп, то сработает фаза деноизма, то есть шум подавление. Однако, это не будет действовать, если включен лайтниксер. То есть если включен обычный слой, который называется бьюти, как в героя RGB, вот там деноизм сработает. Заметьте, шум действительно исчез. А в лайтниксере шум продолжает работать. Получается, лайтниксер не сместил деноизм. Это шоколад. Однако, это не так. Просто надо в лайтниксере для каждого слоя поставить галочку, что хочу деноизм также и эту слою тоже. Возможно, не в самом самом деле, но это слоя, которое мы считаем скидкой. Но здесь пока все слишком просто, я хочу удалить. Итак, я зайду в варианты элемента, сотру все, что здесь создано лайтниксером, удалю солнца, и войдя в диалог окружающей среды, вот, все хорошо. Здесь у меня не было. Кстати говоря, не было и не было. Моя ошибка должна быть вашим друзьям. Я после долгой работы с верояем совсем забыл. И это действительно моя вина. Вот если сейчас я вернусь назад, надо у солнца было, конечно, нажать кнопку, которая называется «Добавить мему». Так, я хотел показать, можно больше, что за бумажечку кнопочку. Привыкну, что вероятт, автоматически создают небо. Вот я нажимаю команду «В солнце добавить мему». Ну и давайте посмотрим, что получится. Вот теперь небо-то у меня работает. Ну и будет сразу интереснее, потому что небо ярче светит, а оттенок у меня более натуральный. Ооо. Но даже без лайт-миксера уже получаю больше синего голубого и больше яркого света. Ну вот так и так. Но, впрочем, вернусь к своей идее «Удальнёй солнце». Не так же с этим интересным, и небо тот же с этим. И все рендер-элементы отменили. Я вам хочу показать, свет по сложным. А именно ночной. За счет чего мы с вами можем сделать ночное освещение. Но в этом интерьере есть, во-первых, вот такая лампа. Во-вторых, есть на потолке несколько скотиков. Ну и в-третьих, есть большие окна, в которых надо будет как-то сделать ночное окружение. Начнём с «Морода». Начнём с «Морода». Вот настольный лампа, вернее, находим. «Корона» располагает двумя светильниками. Это солнце, которое нам не потребуется больше сегодня. И это универсальное светильник. «Корона-лайт» может работать как шутер. Как диск, плоскость, ESO, сфера. Я нажимаю «Корона-лайт». По умолчанию режим работы «Корона-лайта» — это сфера. И в данном случае меня все устраивает, поскольку... Вот, генеристы жалуются на звук. Даже не знаю, что сказать. Брази, а мы доверялись специально. Вот это всё хорошо. Надеюсь, не у всех звук ужасный. Извините, нет? Так вот, для создания вот этой бюстеры сфера «Лайт» более чем хорошо конкурирована. Я рисую его. Поднимаю повыше. Так, чтобы он оказался, в примеру, там должна быть лампочка. Но и надо его расстроить. «Корона» может работать как с физическими единицами, а так с обстанками. Я использую физические. То есть я скажу, чтобы яркость света измерялась в люминах. И яркость лампочки будет полторы тысячи людей. Ну, это вообще яркость лампочка. Это экспалатная лампочка. Оттенок ее будет 2700 кельвинов. По сути, это обычная спалатная лампочка с лицом на кельвиновой. Точно на спалатная. Но ниже есть, понятное дело, размер. Размер я сделаю маленький. А радус будет, пускай будет, 3 сантиметра. Вот такой маленький шаг. Что теперь? Давайте выполним тестовую визуализацию. Как видите, я удалил слои Light Mixer, поэтому Light Mixer опять недоступен. Но в постобработке все работает. Немножко мешает задний фон. Давайте я отключу задний фон, войду в диалог погружающей среды, и фон поставлю в черный, чтобы не было засвета с улицы. Его мы потом сделаем, но более всего, чем то, что мы сейчас видим. Опа! Очень темно. Конечно, потому что сейчас все параметры рассчитаны под дневное освещение. Под ночное надо очень сильно изменять экспозицию. То есть давать больше яркости. Поскольку корона работает в нормальной физической шкале, я всегда могу подобрать экспозицию так, чтобы даже при слабых светильниках свет был ярким. Ну, допустим, вот так. Но и баланс белого слишком много желтизмы. Я поставлю на 6500, а, допустим, 4200. Или 4500. Можно использовать 3500 для интерьера. Тоже хорошо. Прочие настройки у меня пока не будут. Ну что же, вот она лампочка. Отлично стоит. Вот это стекло следовало бы сделать чуть более мак. Чтобы лампочка на рендере получалась слегка разлупной. Есть и другие способы сделать вот красивую ноту, но это наиболее традиционно. То есть я могу взять редактор материала, взять стекло этой лампы настольной. Как и у V-Ray, так и у корона материалы очень похожи. И тут есть такой параметр, он называется Glossy. Мак. Вот я могу сделать его поскромнее. Стекло получится более мак. И лампа сквозь него будет светить не так же. Так, с этой лампой разобрались. Опять, что касается вот этих спотиков, которые у нас на потолке. Со спотиками, уважаемые друзья. Две проблемы. Во-первых, надо сделать так, чтобы лампочки спотиков зажглись. То есть, чтобы здесь были яркие светящие спотики. От них не будет нормального света для освещения интерьера. Но без них будет непосредственно. Это легко решить. Вот материал, который уже назначен. И я должен поставить особый вид материала. Так называемый корона-лайт материал. Короновский светящийся материал. Кто изучал V-Ray, то понимаем, что V-Ray лампочки. Один в один. У него поставим побольше мультиплея. Где-нибудь в районе 5 единиц. Чтобы, кстати, меня расстраивать, ни у корона, ни у V-Ray, ламп-материал, ни физические пенчины. И сделаем его немножко потеплее. Что мне это даст? Если сейчас рендерить кадр типа вот такого, то будет видно, что в этих спотиках, как полученных, появились яркие светящиеся огоньки. Света нет. Чистая его потопка. Свет будет идти от так называемых E-светильников. E-светильник – это источник света, который загружен в световой копию. То есть точные копии какого-то реального источника света. Вот видите, сейчас уже красиво, то есть вот лампочки не горят. Можно еще поярко что-то сделать. Может там 10 мультиплеев поставить. Они не дадут много света, но главное, что они позаботятся сами о свете. Это поставим мультиплеев 10. Ну а теперь ставим светильник. Вид сбоку. Вижу, что один светильник направлен так, другой направлен так. Нажимаем «Создать». «Корона-лайн». И тип светильника я поставлю не «Сфера», а «Диск». Именно «Диск» хорошо подкроет вот цвет с лучшим, когда след должен идти из дырки. Надо сказать, последний верх сфиграя тоже отзвелится. Итак, ставлю я пока один такой светильник. Подношу его поближе к источку. Сюда. И теперь у данного светильника я включаю опцию «Таргет». То есть имеет прицел. Благодаря прицелу можно его перенаправлять куда хочешь. Ну и вот, например, данный светильник я хочу направить вдоль скотика данного скотика. То есть на второй скотик. Скопирую его на второй скотик. Надо было выделить место с прицелом, конечно. Не факт, кстати, что я их правильно направил. Ну, может и правильно. Обязательно как инстанс. Ну и второй направил чуть-чуть иначе. Вот так. Ну, давайте посмотрим на перспективе, насколько точно я сумел повторить их свет. Ну, вроде как, что-то есть вообще. У этого точно совершенно все правильно. Вот, то вам повезло меньше. Давайте отрегулируем его подключение. Можно, конечно, сделать вот так вот. Временно. Спрятать все лишнее. И тогда мы получим очень тонкий контроль над происходящим. Ну, да, отлично видно, это произойдет туда свет. Неплохо. Взяв один из них, я опять выключу прицел. Прицел мне был уже только, чтобы дать направление. Обязательно выключим все галочки в диалоге визибилити. Пока они стоят, сам светильник виден как тело. Напомню, у нас с вами для имитации наличие светильника в спотиках и так уже венчаны светящиеся лампочки. Нам не нужна дополнительная некая свечение. А вот теперь, приятная часть работы, я нажимаю кнопочку «Но» и загружаю ES-прок. Вот, у меня есть один ES-прок, он называется «Виде-спрок». В интернете полно этих ES-прок или ES-пайл. Они все содержат дерево, лампочки, светильники, большевочки, брашки, фортики, все, что угодно. Вот так вот они изменились. Теперь, как видите, чуть-чуть другой наш вид светильников. Они смотрятся как такие маленькие лампочки. И по-прежнему могут вредить, поворачивать, пусть ввести в дуна. Очень важно, чтобы они не касались стекла и, ну, в принципе, касались светильниками. Это очень важно, и они у меня так быстрее вычислились. Теперь давайте я скопирую на все светильники. Вот так вот. Возьму, скопирую сюда. Инстанс. Скопирую сюда. Инстанс. И сюда тоже. Инстанс. Проверим, что получилось. Ну, вроде вся батарея заряжена. Да, что у них там с яркостью? Я переключусь на измерение яркости в канделах. И поставлю где-нибудь 50 канделов. Ну, это не довольно, ну, такая средняя яркость для подобного светильника, не очень большая. А температура пускай не будет холодная. Я поставлю 5400. Или там 4200. Пускай будет белый. Ну, что ж. Вызываем остальной интерьер, нажимаем рендеринг. И видим, как свет заработал с еще большим энтузиазмом. Ну, вот свет этот схвамочек чувствуется здесь, как хорошо. Нам нет нужды регулировать слово в идеал. Потому что потом, используя логикса, мы сможем регулировать его даже после окончания самого логикса. Лишь бы сейчас не вообще пошло. Ну, и последняя, последняя, и, надо сказать, космос самое важное. Я пока выключу все эти лампочки. Потому что я хочу получить цвет в окружающей среде. Из окна. Там же ночь. Но да, ночь нам тоже светит. Она дает немножко свет. В последние годы все чаще и чаще люди используют, так называемые, HDR изображения. Или, как их называют, попросту, HDR. HDR. HDR – это такая красивая социальность, которая запечатлена в физической шкале величин, сферической. То есть, во все стороны сделаны фотографии какого-то места. Ну, например, открытого поля или интерьера, или вообще не существующего помещения. И эта HDR позволяет излучать светлости. То есть, строит освещение такое же, как на ней изображено. И вот в качестве заднего форума я загружаю карту Bitmap. Как видите, у меня есть две HDR-ки. Ночная. И, пожалуйста, дневная. Тоже можно использовать. Вот дневная HDR-ка выглядит вот так, например. Очень всякие карты. То, что нам кажется засвеченным. На самом деле, там нормальное солнце, все дела. А ночная и руль изглата. Важно понимать, цветов больше, чем в самом деле. И это позволяет ей очень красиво излучать освещение. Вот взял ее. Приказал к виду Марсу отобразить ее в окне проекции в качестве живого форума. Вот теперь я вижу ее в золото. Но и надо перенести ее в редактор материала. Давайте я перенесу в редактор материала из окружающей среды HDR-ка. Плотность как охлаждается в редакторе. Первое, что можно сделать, это покрутить ее. Я нажму сейчас F3, так будет понятно, что происходит. То есть, я стену вижу на сквозь. И вот теперь, меняя offset, то есть угол сдвига по горизонтали, я просто поворачиваю ее вокруг точки, в которой мы находимся. То есть, можно выброс, какая именно ее часть будет видна в окне. Ну, допустим, вот это. Также, я пропущу ее через карту Color Correction. Я заменю ее на Color Correction. Это для того, чтобы сделать ее намного слабее. Потому что сейчас она очень яркая, любые друзья. Все эти HDR-ки, они, к сожалению, не сильно дрожат с физикой. И поэтому при нормальной ночной экспозиции под физический свет, к дырке дают вот такую бешеную сухую кладу. Это же не ночь. Это не помешло, но точно не ночь. Давайте я остановлю прошадку. И в Color Correction сделаю немножко по контрасту. И, ну, и как минимум в 10 раз смотрю. То есть, вместо 100% я поставил свой 10% RGB вклад. Казалось, она вообще пропала. Это не так. Ничего не пропало, а ты что на работе. К сожалению, 3D Max, отображая изображение в окне перспективы, не учит экспозицию. То есть, постройку якости, которая корону задает. И, заметно, за окном она все вышла. Самое легкое. Но это уже легко подправить для отлично. Ну и вот теперь, дорогие друзья, можно собирать все в один день. То есть, я беру все светильные, включая их назад. И вот теперь уже я вручную настрою LightMixer. Я добавлю так называемый рендер элемента LightMixer и LightSeller. Рендер элемент LightMixer нужен только один. А вот LightSeller как нужно столько, сколько у вас источников света или двух источников света. Каждый элемент LightSeller может быть переименован, и в него может быть загружен тот или иной светильник. Или несколько светильников. Вот, допустим, первый LightSeller я переименую, назову его HDR. И скажу, что этот замечательный LightSeller внутри себя несет свет для погружающей среды, и на него должен срабатывать динозер. Еще один LightSeller. Я переименую в лампу. Выделю лампочку в торшебе. И в LightSeller нажму кнопку в плюс. Это означает, что лампа добавится как его содержимое. То есть, данный элемент начинает понимать, что я хочу, чтобы он регулировался в этом лампе. Ничего сложного. И теперь я выделю все скотики. Вот, все 8 штук. Сделаю еще один LightSeller. Скажу, что желаю назвать его скот. И нажму плюс. Как видите, в него добавились все скотики. Если у вас где-то есть светящиеся материалы, как, допустим, на потолочную папочку, вы их тоже можете добавить отдельную LightSeller. Если это лендия, можете не добавлять. На всякий случай, когда она создает еще один LightSeller, даже если вы ее не создадите. Она называет его UnSign, то есть не обозначено. И в него добавляется этот элемент, который он не трудится обозначить. Ну что же. Да, по сути, все пошло. Я нажму. Не добавляю. Сейчас я точно дождал. Я нажимаю. Выпускается. И вот теперь все вместе. Давайте я добавлю немножко контраста. Ну и немножко пугайски, конечно, получилась аренда. Войду я. Можно еще кто-то поменьше насыщенности сделать. Да, поменьше насыщенности на пользу пошло. Войду я в LightSeller. Скажу давай все свои поля. Ну вот слой UnSign, как я вот говорил, это лампочки. Вот лампочки я сделаю. Вот так вот. Чуть потеплее. Теперь свет от спотов. Можно ярче с активностью сделать. Свет от заднего фона. Вот так вот. Свет от лампы. Пожалуй, споты явно хотя бы ярче свет. Ну и давайте споты сделаем все-таки долер холодный. Лампочек. Практически получился. Идеальная новость, которую я хотел показать здесь. Может быть, фон слишком яркий. Создали сейчас много возможности выделить. Два слова о материалах. Здесь предполагается камер. А стены вот здесь выложены кирпичом. И там крепить было на бусолусе. Коровы поддерживают дисплей с технологией. То есть можно использовать дисплей с карты, чтобы создавать нейробности. Притом очередной используют. Прямо через материал. И также корона поддерживает систему Hair and Full Maxis. Дегенерация у меня приводится. Ну и давайте попробуем два этих треха. Я выделю коврик. Иди сюда коврик. Попался. И к этому коврику чудесному я применю модификатор. Называется Hair and Full. Осталось немножечко его так поднастроить. В отличие от VRM здесь нету собственной системы вкупа. Но это не сильно мешает по работе. Потому что всякие волосатые коврики отлично получаются. Вот я отрегулировал толщину волоса. Сделал покороченную немножечко. И через настройки так называемого фриза заставил его наклониться. Вот такой волос у меня получается. Приятно, понятно. Сейчас 40 тысяч волосы выделились. Он недостаточный количественный. Что касается стенок. Вот материал, который называется у нас волос. Брик волос. Кирпичная стена. Материал в VRM очень похожий на материал VRM. Я могу добавить карту на отражение. На рефлекшн. Чтобы блеск был не одинаковый. Допустим, вот такой. Она показывает, что кирпичи более блестящие. А раствор между ними блестит вообще не больше. Добавить так называемый левел, то есть больше силы. Вот сейчас видно, что блеск появляется. Добавить чуть-чуть гроссинус, то есть макрости. Пороще сделать с премиум и оля, чтобы блеск сильнее премиумовался. Вот так. Но сейчас я, конечно, специально переборщил, что вы хорошо видели. Насходящий. Конечно, нам такой высокий эффекциент поражения премиума не нужен. Добавил карту бампа. Только не бампа, а дисплейс. Можно добавить что-то? Дисплейс, конечно, интересно. Что такое дисплейс? Это то же самое, что и бамп. Это садат и кирпичи. Кирпичи на самом деле вылезут из тени на сколько источников. То есть получат настоящие технологии кирпичи. Для многих интерьеров это очень аутентично. Я загружу вот такую картинку, которая показывает белым, где они должны выступать, черным, на ногах. И здесь же он, макс, это на сколько сантиметров кирпичи торчат из тени. Поставлю, допустим, 8. Это очень много. И пока я не собираюсь их красить. То есть он будет белым. Для чего? А, лучше будет видно. Но к детям и любуемся нашим полным, как говорится, фаршем. Из-за дисплейса скорость рендеринга снижается. Потому что расход памяти побольше нужен. Естественно, дольше считается каждый из пасов. Но выглядит очень выщипно. То есть стены на самом деле сейчас получаются заплеванного кирпича. Вот, пишите, видите, дорогие друзья, насколько интересны выглядят кирпичи. Если дать, посчитать хотя бы с полсотни пасов, будет видно, что каждый кирпичик имеет свою индивидуальную неоднородность, отбрасывает тень корректно от себя, то есть прописывая все эти стены выкладывая трехмерные кирпичи. Кстати, для еще большей рельефности, ощущения рельефности, можно втыкать и бампы дисплейса. Например, когда у вас получаются геометрические шеверные кирпичи. Например, ну и работает внимание, как он полностью тушится в 2000 кирпичи. Кстати говоря, цвет берется побольше. То есть если побольше, из которого растет плоск, допустим, покрашено розовыми сердечками на данном фоне, то мер будет тоже расти такими сердечками. Надо сказать, что программа – это очень эффективная система рендера для коммерческой продукции. Давайте-ка я все-таки с кирпичом закончу. Поставлю ему еще дефузер. Ну, а спецназа создала. И побольше для спецназа. Можно нажать любимую кнопочку. Показывает в окне проекте, что кирпичики длины. Ну и вот я запускаю финальную визуализацию. Если вдруг я захочу за окном ночь заменить на девку, что для этого нужно сделать? Ну, либо удалить хедерерку и вместо нее вернуть верой сам, или просто заменить хедерерку на девку и заново отрегулировать свое положение. Только, конечно, она придется и экспозиция на эти часы. Потому что сейчас экспозиция на страйне у меня аж на плюс 6 единиц, то есть от воночных визуализаций. Давайте дадим немножко посчитать еще картинку, потому что я хочу вам показать еще одну очень интересную деталь. Сделал еще. Еще сильнее убрал. Мне хочется в этом интерьере, вокруг лам, получить сияние. И корона это замечательно умеет делать. У нее есть такое понятие «бум энд глэйр эффекты». Это эффекты сияния и ярких лучей света, бьющих из-за свечных точек. Если я их активирую, это можно делать во время рендера, после рендера, когда хочешь. Появляется вопрос, какая сила блума, какая сила глэйра. Ну, давайте я объясню, что это такое. Блум выглядит вот так. Я поставлю куда больше, что следует. И я вижу, что все участки яркие. Обрели вот такие ореолы. Посмотрите, 0, 10, вот 30, вот 50. Ну, я думаю, где-то около 10 в плане. Есть также так называемый «тресс-холл», который не дает светиться участку не очень яркую. Ставляет сцепляться только за очень яркие участки. Что такое глэйр? Глэйр – это вот такая премьсть. Включаю глэйра. Вот такие вот яркие, светящие засветки. Конечно, опять-таки я переборщил. Обычно хватает, что-то типа на единички, двоечки, троечки. Вот на единички уже хорошо. Ну, может быть. Очень приятно, в общем-то чертовски даже стал приятно, что все это регулируется в реальном времени. То есть вы можете сколько угодно раз снимать все эти параметры, во время рендеринга, после рендеринга. То есть вам не нужно заново, заново, заново нудно пересчитывать картину. Вот у меня практически готовое изображение. Что касается быстродействия. Как видите, вот пока я тут болтал, корона посчитала 18 пасек. Ну, при том, что картинка всего 1500. Это мало. И 1000 пасек снимала, и из Марса пасеки. Главный минус корона – это не слишком высокое доставительство. То есть для того, чтобы посчитать, как я уже говорил, средний период на средненормальный контент, ну, 3-4 часа времени не нужно. Но зато, в отличие от того же веры, вы после рендера сможете управлять сетку. То есть если где-то ошиблись, не будете думать, что вы заново спустясь. Сможете спокойно проходить. Более того, вы сможете сделать разные варианты. То есть можно включить один сетельник «Сохранить картинку». Но включить другой сетельник «Сохранить картинку». Выключить, пробовать включить за это, он сохранит картинку. То есть, да, потом получается возможность сделать несколько картинок на основе одного «время заправки». Ну и, конечно, вот эта вот настройка на лету, она тоже впечатляющая. Вот, заметьте, как картичка здорово смотрится. Я сейчас нажму «Стоп», он запускается в подавление шума. Подавление шума – это не из большей варианности, потому что сейчас подавляется шум не только в обычном слове, но и в динозе. Извините, но и в логице, то есть в системе смешанных цветов. А там это потребует несколько дополнительных подходов. Ну, полоску заполняется одна, а потом вверху здесь, что треть, пауза, четыре. Сила диноза, сейчас единица, я обычно ставлю в интерьер, где-нибудь 0.7, 0.6. Ну, потому что сейчас увидите, что будет. Вот диноз сработал, шум исчез вообще. Ну, вместо шума исчезает детализация. Если поставить какой-то золотой сетельник, если бы я не сечею, 0.7, 0.75, то чуть-чуть шума остается, но совсем мало. Зато картинка смотрится куда более неправильно. То есть вот, заметьте, шум на единице, его нет вообще. Шум на нуле, он очень сильно детализация стадает. Шум, скажем, 0.6, ну и то и то. Ну и давайте, напоследок, посмотрим, как добавить дымное освещение в одно касание. И я войду в редактор и просто поменяю ХДР. Мне даже не надо солнце с небом двигаться. Я скажу, давай ХДР перебью в загрузку. Последний год я освещаю все подряд ХДР. Не интерьеры, экстремеры, интерьеры, не предметы. То есть ХДР я точно не буду. Вот возьму такую ХДР, что называется солнце и легкая дочка. Вот, готов. Надо только ее подвернуть в параллель. И, конечно, я поставлю яркость номинала, то есть 100%. Вот ХДР, что стоит у меня. Надо только разобраться, по каким углам. Ну, могу вот так вам показать, смотрите. Мы как бы видим издалека этот интерьер. И вот, каким углом ХДР по отношению к интерьерам. Если я буду менять у нее, как называемую, URSE, она будет плотиться. Вот эта вот сторона будет теневая, если она как-то вернется. А эта вполне солнечная. Да тут бешеный засвет белый, это солнце. Не волнуйтесь, она здесь засвечена. Она рендерит все будет хорошо. Я даже могу смеху радио рендернуть противника прямо с текущей позиции. Чтобы вы увидели. То, что в окне проекции, то оно, конечно, отображается так себе. А на рендере, ну да, сейчас чудовище засветит. Но если я начну скручивать экспозицию, скажем, хотя бы гумиллярную, то вот отлично стоит. Баланс белого у меня на 5500. Можно еще, видать, вот что-то открутить. А то солнца там как-то не было. Здесь не будет. Возвращаемся в интерьер и рендерим финал. С днём мы сушим. Интересно то, что если нужно и дневное и ночное, можно сделать 2К и просто прикидывать их в окружающую среду по 1 кг. Вот сейчас мы получили дневное сетку FDR. Можно опять поэкспериментировать с экспозициями. Где-нибудь плюс 2, наверное, подпустили туда. Ну и вот я получаю свет от метра. Можно менять его ярче сильнее. Само небо тоже, кстати, вполне видно. Но сейчас, наверное, попало таким не очень удачным кусочком объективка, что я практически не чувствую его за окном. Какие-то облака, видать. Ну а так, это FDR-ка, она еще и при заднем фондах. И вот мы с вами получили уже дневное сущение. Ну, при дневном освещении, конечно, на воле искусственных светильников, она почти никакая. То есть искусственные светильники не могут заглушить в него свет. Но для любителей показать фус-раут, пожалуйста, через лотикца вы можете сделать, допустим, в 10 раз ярче, в 20 раз ярче, в 50 раз ярче, в 100 раз ярче. И даже несмотря на яркий дневной свет, она сможет его перебить. Ну, перебить идея плохая. А вот чуть-чуть заполнить, чтобы зритель было ощущение, что вам все-таки включено. Это подземнение. Ну и вот можно включить эффекты блума и глэра и, допустим, сделать вот такую вот приятную засветку, видеть дыль в окном картоне. Благодаря блума-эффекту вокруг окна возникает такое цветовое пятно. Чуть-чуть светяще. Итак, уважаемые друзья, что я хочу сказать в заключение на университетном шоу. Корона, на мой вкус, замечательная система. Не для всех задач. Какие-то вещи по-прежнему лучше, конечно, делать в герой, особенно те, которые требуют высокой производительности и не требуют таких решений, которые я вам сейчас продемонстрирую. Однако то, что касается интерьерной визуализации или визуализации зданий, фасадов, зданий, корона решает просто перед тем, плюс она просто не сподземнена. Если вы... У нас уже учились в ВРЭ, вы знаете, у нас поставили курсы по сторонам ученых. По карману, вот только-только мы прочли, я лично прочел первую группу, отзывы там были, ну, группа встоков еще. О, люди там проживутся. Поэтому, если у вас возник интерес к этой замечательной системе, записывайте, курс не длинный, всего 6 учебного года и 4 часа. То есть 3 полных ученых. За это время вы научитесь использовать эту систему все-таки. Сможете рендерить и примеры красивые, примеры, здания. И очень красиво делать деревья, дорогу, окружающие среды. То есть очень такие редостыншие продажные. Плюс вы научитесь делать это быстро и с первого раза как вы закончите. Если же у вас возникнет желание повторить самостоятельно вот этот урок, он скоро окажется в интернете, вы сможете посмотреть его в записи, если захотите. Ну а также, как я уже говорил в начале, вот ссылочку на учебный материал, вы сможете скачать их в другую парку с примером. Маленькое замечание. Чтобы работал конверт, то есть та самая система, которая приводит модельки изгорения корона, необходимо, чтобы на вашем компьютере был установлен игрой и корона в время. Иначе изгорят конвертировки только из обычных паркустов. но на этом нужно позволить себе заполучить. Если у вас остались какие-то вопросы, самое главное, заполучить. Спасибо. 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 Спасибо.